Приветствую вас. Давайте попробуем проанализировать причину того, почему вы не можете человека забыть. То есть, вот почему вы сравниваете постоянно, да? К чему вы, ну, не можете влюбиться заново. Давайте подумаем, давайте подумаем, с чем это связано, с чем это может быть связано вообще. Наверное, вы не можете его забыть, да? Почему? Потому что он вам для чего-то нужен. И вы не можете молодого человека забыть именно потому, что ваша потребность какая-то, она лучше всего удовлетворяется. Ну, или лучше сказать, удовлетворялась. Вот. Именно с ним. Вопрос заключается в том, какая это потребность. Что она, эта потребность, и из себя представляет. Как ее лучше правильно удовлетворить. И так далее. Совершенно очевидно, что также зависимость ваша идет из детства. Ну, это, знаете, такая вот своего рода детская потребность, детская позиция, что вам в детстве родители, например, могли что-то не додать и, соответственно, вы теперь пытаетесь этого добиться именно с помощью вот молодого человека. Так, значит, знакомиться вам ни с кем не нужно. Это не имеет никакого абсолютного смысла. Вот. Знакомиться вам ни с кем нельзя. Сейчас, ну, посмотрим, конечно, но это не даст никакого эффекта. Только если мужчина, как-то, вы знаете, ну, реализует ваше желание, реализует вашу потребность, которую вы удовлетворяли с помощью этого молодого человека, ну, предыдущего, лучше. Что, в общем и целом, довольно маловероятно. Потому что, ну, объективно, объективно, шансов на это очень мало. Что даже если молодой человек захочет и сможет дать вам все, то, что давал предыдущий, первый молодой человек, то все равно, несмотря на это, вы, скорее всего, руководствуясь именно вот эффектом первого впечатления, да, вы, скорее всего, не сможете принять то, что вам даст другой человек, потому что он это даст по-своему, своим способом, индивидуальным. Дальше. Подумайте о следующих моментах. Если вы знакомитесь с людьми, да, если вы знакомитесь с молодыми людьми, то вам совершенно очевидно нужно этих людей что? Учиться, ну, даже не учиться, а просто принимать такими, какие они есть, эти люди. Эти люди должны быть вами приняты такими, какие они есть. И без этого отношений у вас, ну, понятное дело, не получится. Это очевидно. Я полагаю, вы с этим не будете спорить. А раз так, значит, для того, чтобы построить новые отношения, вам необходимо принять другого. И, естественно, что вы не можете принять другого до тех пор, пока у вас будет потребность. Потому что, ну, например, вот сами подумайте. Голодный человек, да, он ведь не сможет разговаривать, допустим, с сытым человеком. Голодный человек, он ведь не сможет адекватно взаимодействовать с тем, у кого на столе, допустим, полный набор еды. Понимаете? Ну, наверное, нет. Скорее всего, не сможет. Понимаете? Вот. И, в общем-то, по большому счету, это является ключевым моментом. Знакомство вам здесь не помогут. Только анализ своих желаний, работа над собой и удовлетворение потребностей. Плюс, возможно, более взрослая позиция. То есть, вот, сравнение, да, это в некоторой степени такая детская позиция. То есть, это позиция продиктованная «я хочу». Тогда как лучше будет, если вы будете руководствованы «я хочу», а «я могу». И в известной степени «надо». А «я хочу» это, вот, чего вы хотите, да, вот, что вам нужно для начала, просто вот, что вам нужно. Думайте сперва, что мне нужно. Молодого человека нет? Ну, как бы, нет. Понятно, что молодого человека нет. Если молодого человека нет, а желание-то оно, как бы, есть уже сейчас, да, вот. То, соответственно, что, ну, наверное, его нужно как-то удовлетворять, да. Уже сейчас его нужно как-то удовлетворять. Ну, и, соответственно, если вы подумаете, как вы могли бы свое желание удовлетворить эти участки, и что это за потребность конкретно, то вы смогли бы выстроить свою линию поведения куда более адекватно и, значит, акцентировались бы не на том, чтобы знакомиться с молодыми людьми и искать замену. А именно на том, чтобы как-то вот расти, развиваться личностно, чтобы быть менее зависимой от, ну, от молодых людей, от потенциальных молодых людей. Понимаете? Вот это, пожалуй, куда более актуально именно для вас, именно для вот, ну, для этого вот аспекта, о котором я сказал. Вот. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Значит. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.